Всем привет, друзья! Меня зовут Артём Ксио, это канал VoxNinja, и я решил записать подкаст. По нескольким причинам. Во-первых, не уверен, что в ближайшее время смогу сделать какое-то видео на канал, поэтому хотя бы в таком формате можно пообщаться. Во-вторых, давно думал о том, что следовало бы потренировать речь. В принципе, попробовать себя в выговорении без слушателя в течение нескольких десятков минут, как это вообще получится, чтобы не экать, не мекать. Вот это всё нужно тренировать, чтобы мысль лилась, так скажем. Ну и в рамках подкаста поближе с вами познакомимся, я что-то о себе расскажу. Буду рад почитать ваши комментарии, какие-нибудь новости, может быть, будем обсуждать. Да и вообще всё, что касается коллекционирования винила, книги о музыке и так далее. Вообще, на YouTube-канале скоро будет 2500 подписчиков уже. С одной стороны, для YouTube-а, наверное, это достаточно много. С другой стороны, это за 3,5 года, потому что канал я начал вести активно в сентябре 16-го и задумался вообще, насколько это быстрый рост или медленный. Потому что можно посмотреть на какие-то другие каналы, они растут очень быстро. Но там и темы более широкие, какие-то развлекательные. И я оправдываю себя тем, что у меня тематика достаточно узкая. То есть это помимо того, что виниловые пластинки, да ещё и сужается эта тематика электронной танцевальной музыкой. Ну, в основном. То есть иногда я, конечно, что-то затрагиваю, другое. Но в целом это так. Грубо говоря, диджейский винил. Но не то, чтобы я жаловался, я, в принципе, понимал, на что я иду. И ожидания сейчас оправдываются мои. Но тем не менее, мне это нравится, мне нравится этим заниматься. Это интересно, потому что ведение YouTube-канала, оно развивает множество навыков. Во-первых, это съёмка видео. Нужно разбираться с тем, как хорошо записать звук, как правильно поставить свет. Ну, этому я ещё учусь. Как монтировать, в конце концов. Много, ну и попутного там написать сценарий для видео. Всё это записать, сказать на камеру. В общем, такая обширная работа. И она позволяет как-то развиваться в разных направлениях. Вообще, канал заводил с целью всё-таки популяризации, наверное, винила. На тот момент мы занимались виниловым магазином под названием «Ваксиндзя». Собственно, по этому каналу так и называется. Мне как-то хотелось, чтобы новые люди начинали увлекаться этим. Ну, как-то попутно находить соратников, да, друзей по интересам, так скажем. Так и получилось. С достаточно большим количеством интересных людей я за это время познакомился. Но, безусловно, есть к чему стремиться ещё в плане роста аудитории. Мне интересно у вас узнать, тех, кто смотрит канал регулярно, на какие вообще темы вам больше всего нравятся на канале. То есть, какие форматы, вообще о чём видео больше заходят. Я, конечно, читаю комментарии. И спасибо вам большое за то, что их оставляете. Но, на самом деле, конструктивного не так много. То есть, в целом, люди делятся эмоциями, говорят, что им понравилось видео. Но интересно было бы узнать, что больше вы ждёте. Как вы знаете, я в последнее время попробовал пару новых форматов. Это интервью. И было шоу, которое называется «Виниловая охота». Интервью, понятный формат. Уже четыре серии вышло. И мне очень нравится этим заниматься. Потому что есть возможность пообщаться с людьми, близкими по духу и увлечёнными. Теми, кто находится внутри культуры. Там, собирает винил. Или, как Илья Воронин, журналист, издаёт книги. Получается узнать много каких-то интересных историй. Но процесс, конечно, тоже трудоёмкий. Потому что это всегда связано с тем, что, во-первых, с человеком нужно договориться на удобное ему время. Он должен согласиться на то, чтобы принять меня в гости у себя дома. Это не все любят. Ну и обычное интервью занимает съёмка где-то часа четыре, а то и часов пять. Вот это всё пишется на камеры. И потом из этого нужно собрать материал. То есть, как вы знаете, у меня обычное интервью выходит на пару часов. На самом деле, в исходном виде там гораздо больше болтовни. Что-то приходится выкидывать. То есть, это тоже время на монтаж. Я обычно интервью, до того, как выложить, и просматриваю раза четыре. Вот, знаю его практически наизусть. Вот, свои такие особенности есть, потому что он фактически делал один всё. Помогает мне Андрей МБФО, который за кадром. Он там следит за тем, чтобы я не забыл нажать какие-то кнопки на записи и так далее. Вот, и в некотором роде выступает в роли зрителя. Потому что один на один общаться тоже не всегда комфортно. Когда есть ещё слушатель, то как-то более расслабленная обстановка. И в остальном, к сожалению, приходится одному всё делать. Поэтому занимает достаточно много времени. И не так часто выходит видео, как мне бы этого хотелось. Но я надеюсь, вам нравится. Вроде как эти видео смотрят. И фидбэк хороший. Второй формат называется Виниловая охота. Это рабочее пока название. Заключается он в том, что несколько людей с ограниченным бюджетом в 50 долларов и с ограничением по времени в 30 минут покупают пластинки в каком-то виниловом магазине. И потом зрители голосуют за победителя, чьи пластинки понравились им больше. Вот, формат мне очень нравится. Я не знаю, есть ли аналоги какие-то. Ну, похоже, есть что-то на английском языке, но не совсем прям такой формат. Есть там What's in your bag. То, что Амеба магазин американский снимает. Ну, там чисто люди набирают просто в магазине что-то в сумку и рассказывают, что они набрали. А тут всё-таки какой-то режим соревнования, что, мне кажется, придает интересности. Вот, но с этим форматом другая проблема, потому что в Москве его невозможно практически снимать, потому что у нас, ну, фактически нет магазинов, где можно это делать. Я имею в виду диджейские магазины. Есть DIG, безусловно. Кроме него, наверное, я больше ничего и не назову такого подходящего. Была идея на виниловых маркетах это снимать, которых, кстати, в декабре, например, аж три штуки было от трёх разных организаторов. Но тогда не удалось набрать людей, которые согласились бы участвовать, потому что всё-таки условие ещё, что надо 3000 рублей свои потратить на пластинки. Я не спонсирую участников пока, потому что я независимый YouTube-канал. Вот, но я думаю, что вы понимаете, да, нужно было найти таких людей в предновогоднее время, и что-то все отказались, в общем. Один человек только согласился. Вот, но, не знаю, попробуем, наверное, ещё честно скажу, пока не знаю, как это развивать. Вот, но на базе этого шоу у нас с Настей родилась новая идея, я пока рассказывать не буду, но, в принципе, должно быть интересно. Опять же, связано с тем, что придётся напрашиваться домой к людям. Но хотя бы мне придётся тратить 3000 рублей. Ну, вот, собственно, такие дела, поэтому подкаст самый, мне кажется, простой вообще формат. Я сел, включил диктофон, взял микрофон и что-то вам вещаю. Думаю, что не потребуется даже особо монтажа никакого, только я себя буду мычать. Но я это вырежу, вы не услышите, как я мычу. Было бы, кстати, интересно вообще услышать ваше мнение по поводу виниловых маркетов, раз уж тема зашла. Мы с Вокснинзей, с магазином участвовали достаточно много раз на протяжении 4 лет. У нас были постоянно посетители, люди, которые и конкретно к нам приходили на маркеты. Вот, но сейчас я вновь стал рядовым посетителем и задумался над таким вопросом, что у большинства продавцов, которые участвуют в маркетах, у них есть какая-то цифровая площадка для продажи. Это либо сайт, либо дискокс. Соответственно, вы можете в любой момент зайти, посмотреть, что у них есть в каталоге, заказать. И не совсем понятно, в чём смысл. Мы, когда участвовали в маркетах, мы пытались какие-то ставить коробки, которых нету на сайте. То есть там какая-то новая поставка, которую можно взять только на маркете. И она там на сайте появится только через 2 недели, допустим. Или какие-то скидки уникальные предлагать. Но не всем организаторам, например, это нравится маркетам. Не считая, что это демпинг, но это на их усмотрение оставим. И просто сейчас выходит так, что маркет это место для тусовки больше. Как будто бы от продавцов слышно, что им не так интересно там участвовать, потому что нет продаж особо. Выпадает целый день. Там нужно привезти пластинки, выставить их. Там целый день простоять, потом всё это отвезти. Ну, прям рабочий день. А люди приходят потусить, особо ничего не покупают. Но их можно понять, потому что там особо даже рыться не имеет смысла. То есть какие-то люди, которые, может быть, новички, наверное, им интересно порыться. Всё это пережить такой опыт, посмотреть, что там в коробках лежит и узнать. Но те, кто давно в теме, скорее всего, одна причина – это прийти поддержать конкретного продавца какого-то просто. Потому что поддержанный какой-то материал очень редко можно найти. Я понимаю, что легко критиковать, если меня кто-то из организаторов вдруг слушает. Но я всего лишь высказываю свою точку зрения. Потому что за последние несколько лет не вижу, чтобы что-то менялось и развивалось. А мне бы очень этого хотелось. Было бы круто видеть больше независимых продавцов, например, диджеев. По какой-то причине их слабо вовлекают в это. Иногда платное участие даже делают, даже для мелких продавцов с одной коробкой. Напишите в комментах, что думаете вообще по поводу маркетов. Тоже, конечно, я про Москву рассуждаю. Ну и в Питере тоже, наверное, что-то есть. Вот, кстати, в Питере, не знаю, как тема. Если кто-то есть из Питера, напишите, как у вас происходит. Вообще интересные маркеты? Нет? А в других городах, блин, чуваки, сочувствую. Ну, я знаю, что очень редко это бывает. Вы бы, наверное, были бы рады, если бы у вас три раза в месяц проходили маркет, а я тут сижу, жалуюсь. На самом деле, кажется, что это круто, но нет. Что еще хотел рассказать про музыку, про музыку свою. Я готовлю сейчас альбом, готово где-то 10 треков, из них 5 уже отмастерено, сведено. И в какой-то момент я задумался, вообще, стоит ли выпускать альбом, или будет грамотнее выпустить это в виде синглов, но регулярно в течение года. Даже побольше треков получится. Альбом, с одной стороны, можно выпустить на виниловые пластинки, есть такая возможность. Но, с другой стороны, если вдруг что-то пойдет не так, с маркетингом, конечно же, я имею в виду. Потому что, вы знаете, сейчас поток информации такой, что все очень легко может затеряться. Может получиться так, что на этот альбом потрачено куча сил, а все это останется незамеченным, будет очень обидно. И, возможно, будет целесообразно раскидать это все на несколько релизов цифровых. Мне, как музыканту, хочется, чтобы как можно больше людей услышало мою музыку. На самом деле, ну, круто, что на виниле можно выпустить, но это не прям принципиальный момент, на самом деле. Потому что, если я выпущу пластинку, и ее услышит 100 человек, ощущается, как будто бы несоизмеримо потрачено сил. Все-таки хочется, чтобы музыка как-то жила, чтобы она распространялась. Вот тут речь даже не о заработке. Я понимаю, что, так как я маленький артист, там, со стриминга, с продаж цифровых, я тоже ничего не заработаю. Но потенциально охват может быть гораздо больше, если регулярно выпускать композиции. больше людей могут быть вовлечены, да, услышать тот или иной трек. Такие сейчас мысли. Ну, не знаю, пока еще нахожусь в раздумьях. Вот что вы думаете на эту тему вообще? Как часто слушать альбомы? Я сам последние полгода где-то очень много альбомов стареньких слушал. Вообще пытался понять, как этот формат строится. Вообще стало интересно, в каком порядке треки, почему какие-то альбомы успешные, какие-то неуспешные, зависит ли это только от содержания или от каких-то еще факторов. Ну и слушал альбомы, естественно, независимых музыкантов, то есть тоже танцевальные какие-то. Вот. И вообще слушаете ли вы альбомы? Сейчас, может быть, новые или переслушиваете старые? Или все-таки это анахронизм и люди сейчас синглами все слушают? Интересно узнать мнение. Кстати, если желание, подписывайтесь на инстаграм мой. Ксио Артем или Саундклауд. Просто Ксио. Там наверняка будет вся инфа о предстоящих релизах, о выступлениях, о новых видео. Ну, на Саундклауде нет, но в инстаграме точно. Вот. Подписывайтесь. Буду всем рад. Это почему-то неловкая такая часть. Всегда призвать подписаться или поставить лайк. А еще хуже сделать донейшн. Не знаю, с чем это связано. Донейшн. Вообще, я в видео каждый раз, когда снимаю, я думаю, ну, в этом видео я точно скажу, что можно задонатить рублей. И что ссылка есть под видео. И она там действительно есть. Но каждый раз меня что-то останавливает. Как будто бы я побираюсь. На самом деле, я понимаю, что это совершенно не так. Потому что это не коммерческий полностью проект. Я уже боюсь даже сосчитать, сколько денег он у меня съел. Потому что нужно покупать какое-то оборудование. Камеры. Свет недавно взял для монтажа. Там новая видеокарточка понадобилась. Там дополнительная оперативная память. SSD. Ну, короче, набегает. В итоге достаточная сумма, которая снимает в какой-то момент. У меня запрет просить донат. В общем, если у вас есть желание поддержать канал, можете закинуть. Да, любую сумму. Там, по-моему, минимально 30 рублей. Вот. Я буду рад. И обязательно в будущем видео ваше имя появится, как имя спонсора. Вот такая благодарность. Все деньги исключительно пойдут на оборудование. Раз про альбом еще поговорили, Давайте я затизерю, что ли, трек один. Например, трек, который называется Can't Stop Now. Кусочек послушаем. И расскажите, как он вам. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот такая демка небольшая. Вот один из завершенных треков уже. И еще один проект, про который, возможно, вы слышали. DimaTorzok DimaTorzok Рядом находится грубовое такое старенькое японское музло. В какой-то момент случайно я сам послушал нескольких артистов и очень как-то это во мне отозвалось и решил, почему бы мне не записать такой микс. Ну и как-то не солидно из МП3 записывать микс качества. Так себе. Начал рыть пластинки. Вот и когда сейчас осенью ездили в Японию, третий раз это уже был. Там достаточно активно подигал. В общем, я подготовился. Кстати, да, забавно тоже. Потому что второй раз, когда гоняли, я абсолютно вообще не был подготовлен. Ну я что-то там японское хотел порыть, но когда пришел именно в магазин специализированный, где прям много японской музыки, я понял, что там, во-первых, все указатели на японском, продавцы по-английски не говорят. И, в общем, там что-то найти было просто нереально, потому что я-то знаю только по-английски, как имена читаются. И что-то продавцы меня особо не понимали, не могли ничего подсказать. В этот раз я уже составил вонт-лист, такую Excel-табличку сделал себе, там, название альбомов артистов на японском, транскрипцию, обложки, картинки. И как-то уже, вот, и как-то в этот раз было попроще. Я прям приходил иногда, показывал этот список, и мне там консультант прям моментально находил пластинки, некоторый раз знал, где она лежит. А там, ну, чтобы вы представляли, там был, например, магазин один, сейчас уже не вспомню название. Там от пола до потолка, ну, где-то метра три, четыре стены, они все заставлены пластинками, то есть там нету живого места. Все вокруг в пластинках и стоечка с кассы стоит. Попробуй там что-то найди, все указатели на японском. Ну, вот, в таких местах самый большой улов обычно был, и с помощью продавцов, потому что сам бы я вряд ли там что-то отыскал. Но, опять же, некоторые пластинки можно и в Москве найти, в том же Диге, Кассиопея, например, там брал. И в итоге собрался микс. На самом деле, пластинок уже гораздо больше, чем на микс, там, часов восемь я спокойно смогу с это отыграть. Вот, но первый я выбрал прям на такие композиции, как мне показалось, которые могут зацепить человек, который еще не знаком с такой музыкой. Вот, и под это дело снимал еще видеофотажи в Токио. Мне хотелось просто передать свое ощущение от города, потому что, ну, я уж Токио полюбил, и все время тянет туда вернуться. И мне как-то хотелось поделиться вот этим. Ну, и мне кажется, удалось. Вот, если не смотрели, зацените, обязательно буду рад вашему фидбэку. И почему домзеро драйвер? Домзеро это концепт-кар такой был. В 70-х, ну, в конце 70-х его сделали. Он так и не был запущен в коммерческое производство. Он должен был участвовать в гонках Gran Turismo GT. Очень круто выглядящий, до сих пор даже выглядящий автомобиль. Спрашивают, почему я пишу, что эта музыка не наступившего будущего не наступила. Но по той причине, что после активного экономического роста в 80-е в Японии, вы помните, что родители там все хотели вашу японскую технику, Panasonic, Sony, видеомагнитофон, телевизор, что после этого в начале 90-х случился кризис в Японии, и экономика рухнула, и, к сожалению, до сих пор они не могут никак от этого отойти. И вот музыка, создававшаяся в 80-е годы в Японии, она, как мне кажется, как раз отражает вот эту вот беззаботную такую жизнь, когда в стране очень мало проблем, в принципе, потому что она находится на подъеме. Там, собственно, и тема такие, сити-поп-музыка, она почему так называется, сити-поп. Там в основном затрагиваются вопросы жизни в большом городе, там песни про водителя такси, вот что-то в таком духе, там в аэропарк аттракционов. Достаточно беззаботная музыка. И, собственно, дом-зеро-драйвер, это водитель автомобиля, который тоже так и не случился по факту, его так и не начали производить. Такая связь. Так, что-то я уже заболтался, на самом деле, про проекты. Хотел рассказать про круиз еще. Прошел недавно, круиз это вечеринка. Уже четвертая часть была 18 января. Мы отметили год, за год сделали 4 вечеринки. Но мы стараемся их специально не делать часто, потому что сами хотим по ним соскучиться, во-первых. Если делать часто, то как будто бы есть риск превратить это в рутину. Когда рутина, это уже не весело. И хочется, чтобы посетители тоже немножко соскучились. Но с каждым разом все больше людей приходит. И вот 18 января дефицит был просто битком. Но было уютно. Спасибо всем, кто приходит. Рады вас видеть. Сейчас будет потеплее. Скоро объявим следующую дату. Следите за Тайгер Бэлмс или Вакс Ниндзей. Обязательно объявим. Что еще хотелось бы рассказать. Мне кажется, кстати, мне за время записи этого подкаста не удалось избегать Эканей и Мэканей. Не знаю вообще, как люди тренируются. Очень тяжело контролировать это. Ты в какой-то момент начинаешь думать о том, что сказать дальше. И перестаешь делать обычные паузы. Без того, чтобы тянуть Эканей. Это навык. Но надо ему учиться. Надо тренироваться. Про стримы я хотел рассказать еще. У меня как-то раз был стрим. Где я писал в течение, по-моему, полутора часов трек. В прямом эфире на ютубе. И даже были зрители там человек 20. Что меня очень удивило. Были технические сложности. Я понял, что у меня комп вообще не готов к этому. Он был на тот момент. Это был год полтора назад, наверное, уже. Что нужен второй монитор, чтобы чат читать. Что опять же, там видеокарточка нужна помощнее. А сейчас уже все это исправлено. И я думаю, что в ближайшее время можно будет попробовать еще раз. Не знаю только, буду ли я писать трек. Потому что формат такой, чтобы что-то хорошее выходило. Это нужно быть наедине с собой, как мне кажется, все-таки. Делать проходняк, я не знаю, насколько это интересно. Чисто с технической точки зрения. Может быть, посмотреть, как человек работает в Ableton Live. И просто там поболтать, пообщаться, посидеть. Либо мне готовиться как-то какие-то делать заготовки, с них начинать. Но тогда тоже как-то это, как будто за кадром все самое интересное остается. Ну, в общем, посмотрим. Может быть, просто в другом каком-то немножко формате. Там можно пластинки слушать. Можно там в игру в какую-нибудь играть. Ну, кстати, играет кто-нибудь в игры компьютерные или на PlayStation. Я прошел на днях Last of Us. Очень мне понравилось. Давайте обсудим. Вот, для стрима на самом деле это подходящий такой формат. Просто посидеть, поболтать прям в реальном времени с чатом. Что мне очень нравится. Потому что сейчас мне придется ждать ваши комментарии. Тех, кто вообще до этого момента дослушает. Но если вы дослушали, огромный респект вам. Я не знаю, почему вы это сделали. Но обнимаю вас. Спасибо огромное. И на этом все. Надеюсь, что скоро увидимся. Пока.